этого клипа и тема моей сегодняшней проповеди являть Христа миру, только вот каким образом. И этот клип я хотел, чтобы мы вместе посмотрели, чтобы мы запомнили разницу. В чем разница-то вообще? Мы видим красивый клип, мы видим правильную песню, смысл хороший, о том, что так цепляет эмоции, какие-то чувства какие-то возникают, какая-то трагедия. Это клип, который был сделан на российской эстраде. Я думаю, мы все узнаем артистов российской эстрады, они знаменитые, это богема. Но если мы так вникнем в их жизни, то мы, я думаю, что многие понимают, о чем я говорю, о том, что это просто красивая такая мишура, это такая красивая картинка, которая их жизням, как правило, не соответствует. Может быть, какие-то единицы как исключение. Те, которые действительно не просто вот так вот поют или красиво что-то рекламируют, но и действительно живут так. Я бы так хотел сказать, то есть я по образованию психоаналитик, с более чем 20-летним стажем, очень много людей через меня прошло, и я знаю, о чем я говорю. Легко вот так, как бы вот так, песню такую красивую спеть и сказать, ну давайте, ребята, жить, не тужить, просто быть людьми, чтобы не воевать, не стрелять, врагов прощать. Ну, знаете, вот в этом клипе не хватает только одного слова, только одного имени, я бы хотел сказать. Не хватает Иисуса Христа. Вы согласны со мной? Кто-нибудь может сказать аминь? Потому что Иисус – это жизнь. Он так о себе говорит, я и с ним путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Он есть истинная жизнь, Он тот, кто открывает ворота к истинной жизни. Только благодаря Ему, благодаря Иисусу Христу мы можем реально быть людьми. Так это что, ветер Святого Духа, да? А, дождь, последний дождь, да? Слава нашему Богу. Я люблю проповедовать в сопровождении, знаете, каких-то таких вот проявлений Святого Духа, да? Это молния, это гром, это когда дождь, это когда ветер вот такой, знаете. Я понимаю, что Духу нравится то, что мы здесь делаем. Богу нравится, что мы собираемся вместе, скажи аминь, потому что на самом деле великое благо Божьему народу собираться вместе, иметь что-то общее, читать вместе Библию, размышлять, рассуждать, объединяться в Духе Святом. И вот что принес Иисус Христу на эту землю, то, что вот мы в этом клипе, вот просто быть человеком, да? Я хочу сказать, мы можем, я заявляю это просто вот со всей полной ответственностью, мы можем стать людьми только в человеке Иисус Христос, в том человеке, который есть Иисус Христос. Понятие вообще человека мы можем увидеть только во Христе Иисусе, настоящего человека, истинного человека, человека, который, когда Иисус говорит, ну, впрочем, идет князь века сего, но во мне не имеет ничего. То есть вот в этом человеке не было никакой нечистоты, никакой какой-то, знаете, лжи, какой-то порочности. Это был абсолютно святой человек, который принес нам, знаете, вот самую мощную защиту. То есть только в нем я могу стать настоящим человеком. Если вот просто вот проследить мою жизнь, я не могу о ком-то говорить, не могу о ком-то судить, я в том числе и не сужу вот этих артистов, которые сыграли, сделали хороший, красивый клип, ну, пусть Бог их благословит. Я просто говорю о том, что вот моя жизнь как? Вот до Христа я могу сказать о том, что, ну, вот вспоминая свою прошлую жизнь, я не был человеком. Ну, вот как это может быть страшно не звучит, ну, просто вот, ну, по большому счету меня даже человеком нельзя было назвать. Вот Библия называет о том, что, ну, там, он опять вернулся там в свою какую-то блевотину, да, или там, опять там есть там со свиньями, да, вот моя сущность, она была такая, то есть я не хотел, то есть мне хотелось жить вот так, да, вот, ну, на самом деле, просто мне хотелось жить по-человечески, но сама жизнь диктовала мне обратные вещи, то есть я был вынужден, опять же, то есть на злобу отвечать злобой, да, на ложь ответить ложью, я вынужден был быть агрессивным человеком, чтобы выжить в этом жестоком мире довольно, да, и просто в конечном итоге я превратился в человеческое подобие, И только когда я пришел к Иисусу Христу, и когда я родился в Нем, я начал осознавать, как круто изменилась моя жизнь. Невероятным образом. Я почувствовал, что я становлюсь, я начинаю становиться человеком. Можете сказать аминь. В Нем, во Христе Иисусе, без Него это невозможно. У нас нет таких ресурсов. Он дает нам силу Святого Духа, чтобы стать настоящими людьми, которые по-настоящему любят, которые по-настоящему могут простить, которые не судят, которые на самом деле все покрывают, покрывают любовью. В этих людях милость превозносится над судом. Это, я хочу сказать, какое-то может быть главное отличие. Я хотел бы сегодня проследить именно отличия. На самом деле, я не говорю о том, что в этом мире все люди плохие. В этом мире, если хорошо поискать, можно найти хороших людей, которые, послание к кремлинам очень хорошо говорит, которые живут по закону совести. То есть, они действительно живут, есть семьи очень стабильные, которые живут душа в душу, но почему-то, даже когда они не верят в Бога, они сохраняют свои семьи, потому что живут по библейским принципам. Слушайте меня. Они как-то интуитивно вычислили, и эти семьи, которые себя сохранили в этом мире, не являясь, не будучи христианами, они сохранили себя только потому, что живут по библейским принципам, которые Бог установил. Установил. Слава нашему Богу. Иногда у неверующих можно поучиться. Но все-таки, чем мы, христиане, мне хотелось бы проследить сегодня основную мысль, чем мы, христиане, призваны, призваны отличаться и отличаемся от хороших, от прекрасных людей этого мира. Слушайте меня, да? То есть, есть прекрасные люди в этом мире, но мы, христиане, мы призваны даже от них отличаться. Понимаете, да, о чем я? Давайте я просто прочту вообще, что принес нам Господь Иисус Христос на эту землю. И это пророчество было написано за 500 лет до Рождества Христова. У пророка Исаия в 61 главе с 1 стиха вы можете прочитать. Аминь. Слава Богу, да? Господь говорит. Потому что это реально слова Господа. 61 глава с 1 стиха. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Это о ком? Это не обо мне. Это об Иисусе Кресте. Это все о Нем же. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Потому что весь мир лежит во зле. Все больные в этом мире. Нет ни одного здорового, полноценно здорового духовного человека. Иисус пришел, чтобы исцелить сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождением и узникам открытия темницы. Проповедовать лето Господнее благоприятное и день сщения Бога нашего, учешив всех сетущих. Возвестить сетущим на сегодня, что им вместо пепла дастся украшение. Вместо плача еле и радости. Вместо унылого духа славная одежда. И назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины. И возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. Сегодня Людмила прекрасна, она пела прямо по этому месту из Писания, которое я сейчас привожу. И было такое, значит, пророческое прославление сегодня. Слава нашему Богу. И вот все то, что здесь перечисляется, это то предназначение, которое принес Иисус Христос на эту землю. И Он не просто принес, Он все это делал, Он все это реализовал, Он все это воплотил. То есть на Его служениях люди получали исцеление. Аминь или не аминь. На Его служениях люди, которые умерли, они воскресали. На Его служениях пленные люди, которые были в какой-то рабской какой-то зависимости, от какого-то порока, от какого-то греха они получали освобождение. Он проповедовал, что лето Господнее благоприятное. Что значит лето Господнее? Это юбилейное лето, в которое, ну это как правило, один раз в 50 лет, когда все пленные что? Освобождались на свободу. Прекрасно, да? Все пленные. И лето Господнее благоприятное, это та весть, что мы получаем во Христе Иисусе. Полное освобождение от всякого порока, от всякой какой-то знаете страсти. От всякого греха. Мы уже не рабы. Мы получили свободу во Христе Иисусе. И мы имеем, вы знаете, эту самую мощную защиту. Мы имеем власть, не грешить. Мы имеем силу Святого Духа. Написано потому что так, что никто не говорит, что Бог меня искушает. Потому что Бог как и Сам не искушается. И для того, чтобы превозмочь, Он дает силу Святого Духа, Он дает силу, Он дает власть, чтобы можно было превозмочь любой грех, любой соблазн, любое какое-либо искушение. Нету такого искушения или какого-то соблазна на этой земле, который мы, верующие, не могли бы превозмочь силу Святого Духа, живущим в нас. Скажи Аминь. Потому что это то, что на самом деле написано. Это то, что Иисус Христос продемонстрировал, живя на этой земле. Потому что Он был искушен во всем, но греха не сделал. И вы знаете, все то, что здесь Иисус Христос потом, знаете, в Евангелии от Луки, в Евангелии от Марка, Иисус Христос, находясь в Назарете, Он приходит по своему обычаю в синагогу в субботу. Ему дают свиток, и он читает это место в Писании у пророка Исаия 61. И он повторяет эти слова. Дух Господа Бога на мне. Прочитывает и в конце говорит. Ныне исполнилось пророчество сие. И люди, которые сидели и слушали, они подтвердили написано его свидетельство. То есть они сказали, да, это действительно происходит. Мы слышим о тебе, какие чудеса ты творишь. Мы видим, мы наблюдаем. Но разве ты не сын Иосифа? Ну, потому что они его знали с детства. Разве мы не видели все твое детство, оно у нас на глазах происходило. И они ему не поверили. И даже более того, они хотели его вывезти туда, на самую высокую гору, и сбросить его оттуда со скалы. Но написано, он прошел между ними и просто ушел. И никого не смог там исцелить у себя на родине. И дивился он неверию их. То есть там ему не поверили. Слово Божие говорит, не принимается пророк в отечестве своем. Когда Иисус прочитал и сказал, ныне исполнилось пророчество сие, я хочу сказать о том, что вот это пророчество, оно имеет прямое отношение ко всем нам. Являть Христа этому миру. Каким образом? И вы знаете, вот по этому пророчеству мы призваны делать такие же самые дела, что и делал Иисус Христос. Иисус Христос, Иван Глядмарко, в последней главе, он говорит, что верующих в меня будут сопровождать сие знамения. И он все это повторяет. Он говорит, что будете возлагать руки на больных, и они будут исцелены. Написано так. Будете молиться, люди будут получать освобождение и так далее, и так подобное. То есть Иисус Христос это приглашает на нас. Он передал нам эту власть. И когда мы идем в этот мир, мы призваны являть это миру, как личность самого Господа Иисуса Христа, не привлекая к себе внимания, а говорить так, что вы знаете, это не то, чтобы я обладал такими дарами, или там, что я имею такие способности исцелять, освобождать, воскрешать. Это Дух Святой, Который во мне, Он все это делает. Это личность Иисус Христа, которая сегодня на этой земле, она продолжает свое шествие по этой земле. Он, это Он, это Иисус. Он человек, Он личность, Он дал нам способность, Он дал нам защиту жить счастливой жизнью на этой земле. Являть царство Божие на этой земле. Мы каждый раз считаем, отче наш, да, и там написано о том, что пусть твое царствие там на небе, оно будет так же, как здесь, на этой земле. Аминь или не аминь. Мы, христиане, мы призваны распространять царствие Божие. Вот здесь, на этой болгарской земле, здесь, в Арнии, мы призваны утверждать царствие небес. Скажи аминь. Первое, что я хотел бы подчеркнуть, для того, чтобы явить Христа миру, нам очень важно делать то, что делал Иисус Христос. Давайте мы откроем место из Писания. Это написано в Евангелии от Иоанна, 14 глава. С первого стиха также, а, шестого стиха, извиняюсь. Иисус сказал Ему, «Я и есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас». Иисус сказал Ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне?» «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Вот здесь я немножко остановлюсь. Давайте мы сакцентируем внимание на этом стихе, который говорит. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Иисус никогда не говорит о Тебя, как Он утверждает. Он говорит то, что Отец говорит через Него, что Отец Ему повелевает. И точка запятой, продолжение. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Если вы заметите, вот в этом стихе есть такая, как вы знаете, аналогия. То есть Иисус ставит на равные позиции Свои слова и дела. Слова, которые дает Ему Отец, и дела, которые Бог через Него творит. Аминь или не аминь? Давайте мы еще раз прочитаем. Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Я хочу сказать о том, что это что-то исключительное. Это исключительная способность и качество Бога, что когда Бог что-то говорит, это тождественно Его делам. Библия с этого начинается. И сказал Бог, да будет свет, и что? И стало так, да? И в Англии от Иоанна так начинается. Вначале было слово, и слово было Бог, и слово было у Бога, и слово было Бог. И все через слово начало быть, что начало быть. И без слова ничто не начало быть, что начало быть. И слово стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины. То есть когда Бог говорит, это всегда соответствует делам. То есть это практически мгновенные дела. То есть Бог сказал и исполнилось. Это потом уже в притчах написано. Бог повелел и сделалось. То есть у Бога слова это дела. Поэтому не реагируйте, когда кто-то вам говорит, ну вы все говорите, вы все болтаете там в церкви, а дел у вас никаких нет, ну это неправда. И можно именно, как сказать, в пример приводить о том, что Писание говорит, говорите слова как слова Божии. Когда мы говорим в вашу жизнь слова, высвобождаем, в этот же момент в духовном мире что-то происходит. То есть мы за кого-то молимся, это еще не верующий человек, мы говорим, что ваша жизнь, она будет благословенной. Это да и аминь. Ваша жизнь, если вы поверите в Иисус Христа, она может мгновенно измениться. Это да и аминь. Мы начинаем приглашать что-то в жизнь человека. Если человек это принимает, это тут же, мгновенно, что? Становится делами Бога. Аминь или не аминь. Бог начинает это творить, производить в жизни этого человека. Поэтому нам очень важно не уйти от этого, потому что мы можем так принять это и сказать о том, что ну вот люди нас называют болтунами, что мы говорим, говорим. Может быть тогда нам вообще замолчать и только начинать делать какие-то дела? Не ведитесь на эту удочку, потому что к Богу это не имеет никакого отношения. У Бога слова это дела. Слышите меня? Божьи дела, которые Бог творит, это то, что Он вначале говорит. Это то, что начинается со слов. Один из этих продолжений. Верьте мне, что я в отце и отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам. Потому что то, что Иисус Христос делал, то, что Бог делал через Иисус Христа, человек, обычный человек, делать не может. Слышите меня? Это невозможно. Потому что я как врач могу засвидетельствовать о том, что те исцеления, которые периодически происходят и в моей жизни, и Бог через меня периодически исцеляет и пользуется мной, слава Богу, Ему. Я вижу, например, просто человек от рака Ходжкина. Недавно мы делали официальное открытие в Бургасе. Мы открыли, выкупили помещение, открыли очередной филиал. Не очередной, первый филиал. Это наш в Болгарии. И пришла женщина, которая когда-то через наше служение, это служение, она получила исцеление от рака Ходжкина. Я понимаю о том, что просто это не я исцелил. Я как человек, я как врач, я не исцеляю такие болезни, которые на самом деле по-человечески их исцелить невозможно. Там уже была последняя стадия, у них уже метастазы пошли, и она в один момент раз и здоровы. Кто это делает? Я объясняю, что Бог это может делать только Иисус. Слава нашему Господу. Отец, пребывающий во мне. С 12 стих. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня дела. И смотрите внимательно. Это уже к нам. Это обращение к верующим в Иисус Христа. Верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. Если чего попросите у отца во имя мое, то сделают доброславиться отец в сыне. Если чего попросите во имя мое, то я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Я умолю отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. То есть до скончания века. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Потому что это дух Христов. Это дух святой, который пришел потом и обитал уже на апостолах, на всех последователях Иисуса Христа. Не оставлю вас сиротами, говорит Иисус. 18 стих. Приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в отце моем, и вы во мне, и я вас. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иуда, тот, который не Искариот, Иуда, не Искариот, говорит ему, Господи, что это? Что ты хочешь явить себя нам, а не миру? И смотрите, здесь Иисус приводит отличие от мира. То есть мир может рисовать красивые картинки. Мы все смотрели когда-то советские фильмы, которые делали, ну может быть, или вообще безбожники, или подпольные верующие, которые не говорили о том, что они христиане. Ну например, там фильмы Альдара Рязанова, ну кто их налюбил? Такие прекрасные фильмы, столько доброты, столько нежности, столько любви, но в них ничего не говорится о Боге. Я хочу сказать о том, что это всего лишь была какая-то проекция, это было желание неверующего мира, который был вот на самом деле вот под этим гнетом, и людям хотелось вот так жить, вот так хотелось жить, но никто так не жил, поверьте мне. Ну я думаю, что вы можете сами засвидетельствовать, потому что вы тоже жили в этой же стране, кто-то из вас, и можете сказать о том, что, ну просто извините, мы такой жизни не видели. Давайте почитаем дальше. Отличие, которое приводит Иисус Христос от этого мира. 23 стих. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. Вот оно отличие. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Кто любит Иисуса Христа, тот соблюдает заповеди, независимо от того, что тебе диктует этот мир, и тогда в твое сердце приходит мир, приходит обитель Отца, приходит его шихина, его шаббат, его совершенный мир, его любовь, которую тебя никто уже не сможет отнять. Не любящий меня, не соблюдая слов моих. То есть, чем отличается мир? Мир хочет жить хорошо, но он не хочет слушать Иисуса Христа. Аминь или не аминь. Он противится Богу. Все то, что приятно Богу, этот мир, что? Он ненавидит. То есть, не говорите мне ничего о Боге. Я ничего не хочу слышать. Все. Ну, то есть, это позиция мира. И люди потом удивляются. Ну, вроде бы как все есть. Деньги есть, зарплата хорошая. Там я звезда, суперзвезда, там поп-звезда. У меня там все, слава, там люди там чуть ли на самом деле не поклоняются. Мне там, я кумир для многих, для миллионов. А в сердце горе, несчастье, разваленные семьи, алкогольная зависимость, периодические наркотики. Ну, все. Одно какое-то сплошное нечестие. Это человек несчастный. Просто несчастный. И он пытается вот так себя показать, о том, что у меня все хорошо. Да не хорошо. Потому что без Иисуса Христа это невозможно быть счастливым. Аминь или не аминь. 24 стих. Не любящий меня, не соблюдая слов моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшее меня отца. Все сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Еще одно отличие. Верующий христианин, он всегда, несмотря на бурь этого мира, несмотря на какие-то склоки, несмотря на какие-то стихии, которые там все рушат, все валится, предвоенные какие-то, вы знаете, на самом деле, подготовки, катастрофы, катаклизмы, наводнения. У верующего человека в сердце мир. Если он действительно доверяет Иисус Христу. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Мир какой мир? Что может дать этот мир? Ну, кто пожил в этом мире, тот знает о том, что лично мне мир ничего не дал, кроме разрушения, кроме разочарования, кроме того, что на самом деле, то есть мы только теряли, живя в этом мире. Но Иисус Христос дает совершенный мир. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Как мы уже узнали из других мест Писания, о том, что будете иметь скорбь в этом мире, да, но не бойтесь, не страшитесь, потому что я победил этот мир. Это слова Иисуса Христа. Он победил этот мир. И во Христе Иисусе мы имеем абсолютно все. Самое главное, мы имеем внутреннюю радость, счастье, любовь, мир. А что еще надо человеку? Аминь, не аминь, да? Лучше кусок хлеба, да, но с миром в доме, чем стол, наполненный явствами и с раздорами. Можете с этим согласиться? Это мудрость царя Соломона. Но для меня это лучше. Для меня мир важнее, чем, например, там какие-то изобилия. Слава нашему Богу. Давайте мы откроем следующее место Священного Писания. Это написано в Евангелии от Матфея. Это Нагорная проповедь, 5 глава, 43 стиха. Опять же, слова Иисуса Христа. И вот мы слышали в этом клипе о том, что вот как возлюбить врага. Ну там, на самом деле, лепс там, ну просто вот о том, что вот как возлюбить врага. Задается таким вопросом. Опять же, я хочу сказать о том, что человеку этого мира эта способность, она просто не дана. То есть, человек, живущий в этом мире, он по-любому будет ненавидеть, потому что у него нет источника, он отделен от источника. У него нет такой любви, чтобы покрыть, чтобы возлюбить. Не то, что там врага, да, соседа своего, который там что-то шумит за стеной. 43 стиха. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает, смотрите, поведение Бога. Бог что делает? Бог повелевает Солнцу Своему восходить и над злыми, и над добрыми, и посылает дождь и на праведных, и на неправедных. То есть у Бога безусловная любовь. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Вот здесь приводит Христос отличие от самых хороших людей этого мира. Слышите меня? Самые хорошие люди этого мира, они только любят тех, кто любит их. Слышите меня, да? Можете со мной согласиться? Но они не могут любить, у них нет такого на самом деле резерва о том, что любить ненавидящих. О, это вы уже меня извините, да? Кто меня проклинает, я буду в ответ благословлять, но это вы меня извините. А вот мы христиане, мы это делаем. И именно вот в этом моменте мы что делаем? Мы являем Христа. Мы говорим о том, что это не мы, мы сами, мы тоже люди. Мы не то, что мы там превозношимся над вами, мы такие же, как вы, но в нас живет Христос и Он. Я не могу, но Он может. Аминь или не аминь, да? Чтобы нам к себе внимания не привлекать, потому что, ну, люди подумают, ну, это Геннадий Анатольевич, наверное, такой сверхчеловек, да, что он там врагов своих там любит, там благословляет, благодарительным занимается. Я такой же человек, да? Ну, просто я хочу сказать о том, что просто апостол Павел, он свою жизнь, прошлую воспоминания, как воспоминания у него какие-то, я был как некий изверг. Вы слышите? Апостол Павел в прошлой своей жизни, он говорит, я был как некий изверг. Он был извергом, на самом деле, он гнал церковь, он просто хватал христиан, которых он просто ненавидел, он сажал их в тюрьмы и, по его слову, эти христиан казнили. Слушайте меня, это тот человек, который потом стал великим апостолом веры, апостолом Павла. До этого он был савлом. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? То есть, оказывается, у Бога нет награды для людей, которые любят любящих их. В этом нет никакой заслуги. Любить любящих их, это делают мытари. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Ничего особенного вы не делаете, если вы приветствуете своих родственников. Не так же ли поступают и язычники? То есть, это отличительная черта этого мира. То есть, в этом мире люди приветствуют друг друга. На самом деле, ты мой дальний, близкий, родственник, привет. А это я не знаю, кто это такой. Но тебя я приветствовать не буду. Последний стих 48. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И смотрите, Священное Писание называет это совершенством. Что Библия называет совершенством? Когда я люблю своего врага, когда я люблю ненавидящего, того, кто меня ненавидит, когда я благословляю того, кто меня проклинают, когда я всячески молюсь за тех, кто меня обижает и гонит меня за имя Иисуса Христа. Библия называет это совершенством. Слышите меня? Это явление Христа этому миру. В этот момент люди явно и четко отличают о том, что мы наблюдаем за этими людьми. Они какие-то такие необычные. Они делают то, что мы не можем делать. И вы знаете, я периодически привожу примеры из книги Камогри Дешеда Генри Хосенкевича о том, что когда начались страшные гонения в Риме, и там находились и апостол Павел и Петр, они как раз прибыли в Рим, и в основном Петр проповедовал для евреев, апостол Павел проповедовал для обращенных из язычников в Риме, в том числе и для римлян. И потом вот этот император безумный, который просто обезумел, писал какие-то свои стихи для вдохновения, он просто видел со своей башни о том, что там люди горят, бегают, что-то в этом пожаре, и он писал стихи, свои какие-то, знаете, вот эти бесовские какие-то, демонические какие-то стихи, поэмы о том, что вот вдохновение он получил от того, что люди погибают. И потом, чтобы скрыть вот это свое злодеяние, он обвинил в поджоге кого? Он обвинил в поджоге церковь. И церковь начали хватать, и те казни, которые Нерон устроил, они были просто, ну это было что-то нечеловеческое, это просто были какие-то изощренные казни, ну то есть так вообще, ну просто даже думать как-то нельзя, да, о том, что ну просто он шел, например, по улицам, где факелами служили горящие христиане, их просто поливали смолой, поджигали, и вот для того, чтобы Нерону было светло, люди горели вот этих, на этих столбах, для того, чтобы император прошел вот по этой улице. Слушайте меня, скидывали с таких больших шинковок, да, христиан, и пока он там маслом обливали, пока он долетал, оставались только кусочки мяса, то есть он буквально вот так в этом полете, пока он скользил по этой шинковке, он нарезался на мелкие кусочки, людей просто мучили, но значит, что произошло по источникам историческим, ну это же вскрылось, рано или поздно, нет ничего тайного, что не стало бы явным, то есть римляне сами узнали о том, что подожгли не христиане, подожжег Нерон, погибают невинные люди, но они посмотрели на то, как христиане погибают, и они были в шоке, потому что в каноне римской империи, которая начала свое развитие еще до Иисуса Христа, где-то 500 лет примерно, уже империя начала развивать свою силу, свою какую-то мощь, к приходу Иисуса Христа этой империи, она была в эпогее своей славы, власти, силы, в том числе и большая часть Израиля она находилась, мы это знаем, под Игом римским, и интересно, что Иисус Христос, когда пришел, он ничего не говорит о том, чтобы там как-то свергнуть эту власть, хотя ученики, в том числе, как бы исследовали этот момент, Иуда и Скариот, он ожидал, что Иисус, он станет полководцем, он возглавит какое-то восстание, он произведет какую-то революцию, и Израиль будет освобожден, потому что это особенный какой-то человек, но ничего так подобного Иисус Христос не сделал. И вот в каноне звучит о том, что римляне, у них были какие-то определенные такие прописные правила, о том, что они считали, что самый уважаемый римлянин, это тот, который почетный, который достиг какого-то уровня власти, который справедливый, который готов свою жизнь отдать за какую-то идею, идею, которая буквально была прописана в их законодательстве, готов отдать жизни. И когда они увидели, как погибают христиане, ни за что, они увидели, что христиане, ну вот, их ведут толпой, да, например, взяли где-то там, ну просто вот собрание целое вот так захватили и с копьями, с мечами толкают, ведут их. Христиане шли на вот эту смерть, это все задокументировано, это исторический факт, они шли с радостью, они знали, что через 5-10 минут они встретились с Иисусом Христом, они шли с песнями, они шли с прославлением, они шли просто вот какие-то счастливые, их лица излучали счастье и радость. И римляне, они были в шоке, и они понимали, что они не могут так умирать. Мы римляне, мы готовы умереть за идею, но мы не готовы умереть вот таким способом, что эти люди, они несправедливо были осуждены на верную смерть и идут радуясь. И вы знаете, что произошло? Очень много римских солдат, что, покаялась, так далее. Видя вот эти смерти, и когда они поняли, о том, что подожгли не они, страдают абсолютно невинные люди, и как они умирают, эти римляне, они отказывались убивать христиан, они падали на колени, и они становились христианами, провозглашали себя учениками Иисуса Христа, потому что они говорят, вот это пример, вот как надо умирать. Эти люди, они не боятся смерти, они идут с радостью, они идут счастливыми. Когда началось вот это глубокое покаяние римских солдат, тогда вот эти казни, они остановились. И через какое-то время Нерона его каким-то образом, я точно не помню, по-моему, его отравили или закололи ножами, эта власть была свергнута, и началось довольно мощное принятие христианства через какое-то время, и это христианство довольно быстро начало распространяться по всему древнему миру, потому что получило такое невероятное признание. Слава нашему Богу! Итак, к чему мы призваны, как мы можем отличаться от этого мира, в тот момент, когда мы делаем Божьи дела, то, что человек, то, что люди этого мира не могут делать, то есть прощать, благословлять, любить тех, которые нас ненавидят, благотворить всячески тех, которые нас гонят, в этот момент, вы знаете, мир за нами очень внимательно наблюдает. Если мир видит о том, что мы вот так поступаем, они понимают, что это не люди, это Бог, это Бог через них действует, в этот момент мы являем Христа этому миру. Скажи аминь, потому что это правда, потому что это истина. Еще одно отличие, которое хотел бы прочитать, то, к чему мы призваны, один из способов, один из образов, как являть Христа миру, он написан у Якова, апостол Яков, вторая глава, с 13 стиха. И вот этот стих, не знаю, это, наверное, какой-то лозунг моего последнего времени, что вот я этим живу сейчас, мне этот стих очень нравится. Здесь написано, апостол Яков, руководитель Иерусалимской церкви, он пишет, ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Я хочу сказать, это очень мощная, отличительная черта живых христиан, потому что в этом мире мы что можем видеть? О том, что судят, осуждают, перемывают косточки, непрощение, оно настолько распространено, что, я хочу сказать, что это основное отличие верующего и неверующего человека. Неверующий человек, это тот, который не простил, который не может простить. Он говорит, ну, вот этого человека я простить не могу, потому что по-человечески понять его можно. Как можно простить? Это история моя, о том, как я долгое время боролся с Богом, потому что не мог простить своего отца, который от меня отрекся когда-то и сказал, ты вообще отойди от меня, ты не мой сын. Я поменял из-за этого фамилию, я отрекся от его, и был вот такой скандал, но слава Богу, что мы примирились, мы стали друзьями с отцом, потому что я приехал к нему и сказал о том, что ты знаешь, почему я так сделал, и просто высказал ему все. Мы примирились, и потом я пригласил священника, мой отец покаялся перед смертью, и он умирал у меня практически на моих руках, и я видел его глаза, что этот человек уходит счастливым, у него мир в глазах, у него радость, он был благодарен за то, что я с ним, провел его последние дни, но отличие этого мира о том, что просто именно в том, что Иисус Христос также в Нагорной проповеди говорит, не судите, да не судимы будете, и каким судом судите, таким и Бог судит вас, прощайте, и будете прощены, а если вы не прощаете при грешении, то и Бог не может простить вам, прощайте, и прощены будете. Я хочу сказать о том, что это основной такой барьер, это какой-то переломный момент в жизни каждого человека, в основном человек приходит к Богу через то, что он наконец-то смог простить благодаря тому, что он познал Бога. Скажи аминь. Без Бога мы простить не можем, опять же. Аминь или не аминь? Мы не можем простить без Бога. И опять же, знаете, это не то, что вот на самом деле мы такие все такие пушистые, хорошие, мы всех любимые, мы призваны и обличать, написано, но и обличать, но мы призваны обличать с любовью, и после того, как мы обличили, и как Иисус Христос говорит, если покажется брат твой, то все, ты приобрел брата своего, ты вновь приобрел брата своего. Не покажется, скажи при двух-трех свидетелях. Покажется, ты приобрел брата. Не покажется, скажи при всей церкви. Слышите меня, да? Ну и так далее, и так подобное. То есть мы призваны обличать, мы судим, но мы не судим внешних написанных. Кого мы судим? Апостол Павел учит нас, мы судим внутренних. Мы только внутренних судим. Мы не судим вот этих людей, они еще на пути, кто-то из них уже может быть даже познал Господа Иисуса Христа, кто-то еще на пути, мы их просто благословляем. Но я хочу сказать о том, что клип хороший, конечно, но он как бы не соответствует той истине. Вот если бы там пелось о том, что вот просто приводилось бы конкретно к тому, что что дает выход, где настоящий выход. Я хочу сказать вот здесь вот как раз таки вот наша задача христианская, о том, что мы встречаем человека этого мира и наша обязанность просто явить этому человеку кого? Христа. Не просто рассказать о Христе. Я хочу сказать о том, что сегодня мы живем в такое время, когда люди этого мира не хотят воспринимать никакой информации об Иисус Христе. Им нужен сам Иисус Христос. Слышите меня? Им нужен сам Иисус Христос. А как вот явить? И вот здесь вот на самом деле просто ты встречаешь человека, я хочу сказать о том, что у каждого человека в этом мире есть какая-то проблема, аминь или аминь, какая-то болячка, аминь или не аминь, какая-то болезнь конкретно, какой-то порог, какая-то зависимость. И ты можешь подвести этого человека. Ты можешь сказать ему, ты знаешь, я не могу тебе помочь. Очень важно так сказать. Не говорите так, что я могу тебе помочь. О, я знаю, у меня есть такая власть, у меня есть такая сила, но я не могу тебе помочь. Но я знаю, кто может помочь тебе. Слышите меня? Мы знаем, кто может помочь. Предложите этому человеку помолиться. Предложите этому человеку лично обратиться к Иисусу Христу. И вы знаете, вот это всегда работает. Еще я хотел бы сказать именно церкви о том, что вот мне как пастырю, как проповеднику очень важно каждый раз. Я сегодня так радовался, когда одна сестра мне написала о том, что она получила личное откровение, и что вот Бог ей сказал вот так, вот так, вот так. Я написал о том, что если бы ты знала, как я рад, что ты получила личное откровение, не от меня. Вот просто, вы знаете, вот моя задача как пастырь, как проповедника, не привести вас к себе, что вот я такой умный, я все знаю, и по всем вопросам обращайтесь ко мне. Вот нет, ну ни в коем случае. Моя задача привести вас к Иисусу Христу. Аминь или не аминь. И сказать о том, что, вы знаете, я не знаю всех ответов на все вопросы, но я знаю того, кто знает. Я знаю, кто может решить вашу проблему. Потому что у нас, у христиан тоже есть проблемы. Но я хочу сказать, они также решаются только Иисусом Христом. Они не решаются пастырем, они не решаются церковью, они решаются только личностью Иисуса Христа, который вот для этого он и пришел. Слышите меня? Он для этого и пришел. И церковь обязана именно этому учить. О том, что мы, как какая-то пленая такая организация, да, это страшное слово, я его очень не люблю, в большей степени по Библии мы тело Иисуса Христа, но мы проблемы не решаем, их решает наша глава. А глава церкви кто? Глава церкви Иисус Христос. Он решает все проблемы абсолютно. Я хочу сказать о том, что вот эта надежда, вот это упование, вот я приду в церковь, и все мои проблемы решатся. Вот пастори за меня помолится, и все мои проблемы решатся. Я хочу сказать вам сегодня, что нет, не решатся. А когда не решатся? Вот это из моего личного опыта. Мои проблемы решаются только тогда, когда я лично обращаюсь к Иисусу Христу, лично прошу у Него помощи, лично уповая на Него, Он видит мою личную веру, Он видит мое личное упование в то, что я что-то делаю, заповеди тщательно соблюдаю и делаю то, что Он хотел бы, чтобы я делал. И в этот момент, так как я заботился, я научусь о том, чтобы исполнить Божью волю, Бог, Он решает мои проблемы. Происходит вот такой обмен на Голгофском кресте. Он забрал, как написано, мою печаль, вместо печали дал свою радость, аминь или не аминь, Он забрал мои проблемы и дал свое благо, заповеди, потому что написано, заповеди Господние, они какие, они не тяжкие, потому что Сам Господь их хочет исполнять в нас. Он забрал мой грех и дал мне свою святость, аминь или не аминь. Святость во Христе Иисусе, она абсолютная, она полная. И мы совершенные во Христе Иисусе написаны, уповая на Него. Еще одно место, прекрасно, уникально, я уже иду к концу. Евангелие от Матфея. А, нет, послание Галатам. Послание Галатам, вторая глава. Здесь апостол Павел, он пишет так уникально, 17 сиха. Если же, ища оправдание во Христе, вы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Вот это о чем? Мы, очень часто это происходит в Церкви Божьей, я свидетель. Очень много христиан, это, как правило, на начальных этапах, или когда христианин устал, или спотнулся, или где-то осталось в свое упование, вера его ослабла, потерпел кораблекрушение в вере. Эти христиане, к сожалению, они начинают искать, ну, я же оправдан во Христе Иисусе, но сам оказался грешником, то есть опять впал во власть греха. То апостол Павел спрашивает, то неужели Христос есть служитель греха? В таким случае понимают, что он покрывает грешников в Церкви? Никак. То есть Иисус Христос этим не занимается. 18 стих. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся к Христу. И смотрите, 20 стих. Ну, мне бы хотелось, чтобы в нашей Церкви, каждый член нашей Церкви просто знал этот стих наизусть. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Скажи Аминь. Вы знаете, здесь апостол Павел утверждает о том, что это реальность, христианская реальность, что я уже не живу, а что живет во мне, то живет Иисус Христос, а что ныне живу воплоти, то живу чем? Верою. Аминь. Мы живем верой. Именно вот в момент... Ну, вера это доверие, это доверительное взаимоотношение, это глубокие взаимоотношения, развитые взаимоотношения с Иисусом Христом. Ты можешь себе просто вот так записать, вот на скрижале своего сердца, в моей жизни будут происходить самые прекрасные вещи. Будут решаться какие-то проблемы очень легко. Иисус сам будет решаться им только в момент моего личного упования на Господа, личного доверия, моих личных взаимоотношений, не через посредника, не через пасторя, не через церковь. Личные. Я бы хотел, чтобы наша церковь была церковью откровения. Слышите меня? Чтобы каждый из вас получал личное откровение Иисуса Христа, чтобы мы вместе двигались в Духе Святом, чтобы мне не надо было, ну на самом деле, каждому что-то диктовать или говорить, вот ты вот так поступай, ты вот так поступай, чтобы мы все водились Духом Святым. Вы знаете, тогда как легко, как легко управлять церковью, да, ну просто тебе надо просто вот так наблюдать, наслаждаться. Вот Господь, твоя церковь, ты ее ведешь, ты ее управляешь, ты все делаешь сам, и это так прекрасно. Аминь или не аминь. Вот это я хочу сказать, это радость пастыря, да, ну на самом деле, когда пастырь видит, что каждый член Церкви Христовой вводим Святым Духом. Аллилуйя. Скажи аминь, потому что это очень важно для Церкви Божией. Евангелие от Матфея, 10 глава. Вы здесь? С 27 стиха. Смотрите, что Иисус Христос нам повелевает, говорит нам, советует нам. Давайте мы внимать Иисуса Христу. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. Знаете, я свои откровения в основном в темноте получаю. Это вот суббота, воскресенье, это у меня уже просто, ну как, это уже автоматом, то есть ночью я не сплю, в том плане, что это такое прекрасное общение, о том, что я обращаюсь к Иисусу, Иисус что-то мне говорит, я что-то записываю, ну просто вот это у меня уже какая-то тетрадка, ну это тетрадь откровений Божих, которые я получаю в основном ночью. А говорю я днем, потому что так написано при свете, делюсь своими откровениями при свете. Вы нигде не прочитаете то, что я сегодня говорю, да, ну может быть, конечно, Дух Святой говорит, вот и через других проповедников, но это то откровение, которое я получил лично от Иисуса Христа, и для меня это благо. Я бы хотел, чтобы каждый из вас получал личное откровение от Иисуса Христа. Что на ухо слышите, вот оно, как веяние тихого ветерка, слова какие-то пришли. «Проповедуйте на кровлях и не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осари, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же и волосы на голове сочтены. Можешь себе представить, что твои волосы на голове, они сочтены Богом? Это насколько Он любит нас, насколько Он печется, насколько Он думает, насколько Он переживает о каждом из нас. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным. К чему нас Иисус призывает? Он призывает нас исповедовать имя Иисуса Христа в этом мире. Тем людям, которые еще не знают Его. Тем, кого мы повстречали на своем жизненном пути. Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным. И смотрите, вот здесь происходит change, обмен. Когда я в этом мире рассказываю кому-то об Иисус Христе, в этот же момент Иисус Христос рассказывает обо Мне своему Небесному Отцу. Вы хотели бы вот этого? То есть, Он говорит о моих проблемах. Он говорит, вот там на земле живет один вот такой Геннадий, он там, ну, такой немножко он чудаковатый, но не все его там понимают, не все его воспринимают, но вот сейчас Он проповедует, а вот сейчас Он кому-то лично говорит обо Мне. Бог, ты, пожалуйста, призри на раба твоего, да, там, что у Него есть какие-то нужды, у Него есть какие-то проблемы. В этот же момент происходит что? Забота Бога. То есть, Бог непрестанно, конечно, печется о детях своих, но только в тот момент, когда я что-то делаю, когда я исповедую, когда я не стесняюсь, потому что Иисус Христос в другом месте говорит, кто постыдится Меня, того и я постыжусь перед Отцом Моим Небесным. Слушайте меня? Происходит вот так, обратная сторона о том, что если мне стыдно, представьте себе, вот многим людям, христианам стыдно рассказать о Христе, который умер за тебя, за Него, да пострадал, любовь свою подарил, окружил заботой, непрестанно печется и мне стыдно рассказать кому-то о Христе. Ну, что за вообще? Звучит очень глупо, но люди так делают, христиане так поступают. Нам не должно быть стыдно. Иисус Христу не было стыдно. Аминь или не аминь. Ему не было стыдно умирать за Меня. Ему не было стыдно умирать на позорном кресте, потому что это было место позора. Христианам, которые вели на позорную смерть, и римляне смотрели о том, что я бы не хотел умирать такой смертью. Любой римлян имел такое достоинство, честь. Я бы не хотел умереть такой позорной смертью на вот этом позорном кресте. А эти христиане идут и умирают. И Иисус Христу не было стыдно. И нам не должно быть стыдно. 33 стих. А кто отречется от Меня перед людьми, и смотрите, как серьезно звучит, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим небесным. И это говорит о том, что если ты не хочешь никому рассказывать об Иисусе Христе, и более того, когда у тебя спрашивают, ты христианин, ты говоришь, о, не-не-не-не, ну, я так вот просто иногда захаживаю, в церковь так, ну, просто там посмотреть. вот, нет, нет, я это, ну, нет. Вот, и вы знаете, на самом деле, то же самое Иисус Христос также делает, поступает о том, что Ему стыдно за тебя. Если ты отрекся от Иисуса Христа перед людьми, Иисус Христос тоже, ну, отец там, вот просто там живет какой-то человек, но он настолько стыдится, ну, вот нас с тобой, вот он даже вот так публично отрекся, ну, что мы можем сделать? Насильно мил не будешь, мы не будем туда уже больше, как говорится, сыпать вот этой благодати, маны небесной, и благодать от тебя отступает. И потом, не вини никого, кто виновен, что ты отрекся от Бога? Ну, только ты. Аминь или не аминь? И это очень серьезно. Итак, каким образом мы можем являть Христа миру, нам очень важно исповедовать имя Иисуса Христа, нам очень важно проповедовать. Апостол Павел воскресает, горе мне, помните это место? Горе мне, если я не проповедую. Я могу это себе сказать. Почему? Мне что, делать что ли нечего? 25 лет я уже проповедник. 25 лет мне, ну, просто вот на самом деле, надо выходить, вот надо выходить, вот на эту сцену, к алтарю, проповедовать. Ну, просто, ну, я знаю, какие последствия, потому что были периоды, когда я не проповедовал. И в нашей семейной жизни начинал просто наступать какой-то разлад. Становилось все только все хуже, хуже, хуже. И в конечном итоге я понимал о том, что я делаю. Я же не могу без этого. Это же моя, это же моя потребность, духовная потребность, мое желание. На самом деле, я не могу без проповеди. Я приезжаю в любой город, я начинаю искать церковь. Я начинаю искать живую церковь, где я мог бы тоже поделиться своими откровами, послужить, быть полезным, послушать проповеди, погрузиться в поклонение. Я без этого не могу жить. Апостол Павел, горе мне, если я не проповедую. Посмотрите, насколько это важно. Поэтому, если в вашей жизни возникают какие-то проблемы, посмотрите на свое посвящение, действительно посвящение Иисусу Христу. Проповедуете ли вы Иисус Христа, являете ли вы Христа, потому что Он в вас, в виде третьей постаси, в виде Святого Духа. Он живет, Он желает проявиться каким-то образом, чтобы через вас пролилась вот эта река, полноводная река в вечной жизни. И последнее место, которое сегодня хочу прочесть, и мы помолимся. Это написано в Галатам, 4 глава. 19 стих. Это боль апостола Павла, это его муки, это его страдания. И здесь он буквально восклицает. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас кто? Христос. Вы знаете, вот здесь вот я назвал сегодня свою проповедь являть Христа миру. Каким образом? Вот я объяснил, каким образом, но я хочу сказать о том, что вот образ, это моя прошлая проповедь, она в нас, вот этот образ, он в нас. Образ Христа, он в нас. Он не на стенке должен висеть в виде иконы, а он в нас. И об этом Библия говорит. И вот одно из таких мест, где апостол Павел молится, дети мои, для которых я снова в муках рождения, то есть это его страдания. Он опять молится. Для чего он молится? Чтобы в нас, во всех нас, живущих сегодня так же, чтобы изобразился образ Иисуса Христа. Каким образом мы можем явить миру Христа тем образом, который живет в нас? Просто показать о том, что вот он Иисус, вот он Иисус. Мы письмо, Библия говорит, Христова, всеми читаемым, за нами наблюдают, за нами смотрят о том, что вот он называет себя христианином, он уходит регулярно в церковь, но вот он поступил вот так. Как правило, замечают только что. Какие-то такие ошибки, какие-то падения, вот это сразу замечают. Хорошее что-то, ну это как бы вот так, ну ладно, это вот хорошо, это хорошо и хорошо, ну как бы это, ну понятно, это же христиане, это как бы для них нормально. Но я хочу сказать о том, что являть Христа миру, это ненормально. То есть нам надо быть даже в каком-то смысле безумным ради Иисуса Христа и нам надо делать какие-то безумные вещи, которые выходят из разряда понимания, потому что это превосходящее разумение любовь Христова. Слушайте меня? Превосходящим. Никто, не в том числе и мы, христиане, мы не можем ее понять, мы можем ее только познать, мы только можем поставить в свои сердца и сказать, Дух Святой лей, лей еще больше, потому что ты обещал, что ты прольешь в сердца нашу любовь Духом Святым. Вот лей, я готов, расширь границы моего сердца, чтобы это познание любви твоей, чтобы любовь во мне была так же вот широка, чтобы она получила какую-то свою высоту, какую-то долготу. Кто-то очень хорошо сказал, мы не можем удлинить свою жизнь, но мы можем сделать ее широкой, мы можем сделать ее более глубокой, мы можем сделать ее более качественной, мы можем прожить эту жизнь с Христом. Вот в этом клипе, я уже заканчиваю, пелось о том, что жить, жить, жить. Я хочу сказать, что без Христа ты не живешь. В любой момент, даже это относится к христианам, отошел от Христа, перестал получать откровения, перестал иметь общение с Ним, и все, и ты уже не живешь. Можете со мной согласиться? И это уже не жизнь. Все, вот так, скатился куда-то, и опять прозябаешь на этой земле, и опять какая-то тоска, и опять какая-то депрессия, и опять все плохо. Почему? Потому что без Христа. А что мешает тебе иметь более тесное? Да ничего не мешает. Начинай молиться, начинай читать Библию, начинай входить в какое-то общение, начинай что-то сам, двигаться где-то в Духе Святом, в каком-то помазании. Иисус будет приходить, и чем больше будет Христа в твоей жизни, чем ты более будешь счастливым, насыщенным человеком. Аминь, аминь, аминь. Слава нашему Богу. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Аллилуйя. И, конечно же, очень важно, в чем очень большое отличие. Мы призваны к святости. Написано так, без святости не увидит никто Господа. И, опять же, мы не можем быть святыми в представлении Бога, чтобы Богу угодить. О том, чтобы Бог на нас посмотрел и сказал, вот это святые люди. Никто из людей не может таким образом соответствовать Богу в этой святости. Мы через веру в Иисус Христа скрываемся в Его святости. Когда Бог-Отец смотрит на Слового Сына, Он говорит, вот мой Сын, Он святой. И те люди, которые в Нем, которые пребывают в этом общении, которые омываются непрестанно кровью моего Сына, которые исповедуются, вскрывают свои какие-то недостатки, какие-то пороки, что просто вот так где-то упал, где-то согрешил, опять к Иисусу Христу и все чище, чище, чище. И пока Иисус, как полное солнце, до полного дня не взойдет. И когда Бог смотрит уже на нас, сокрытых во Христе Иисусе, Он говорит, вот это святые, вот это святые люди. Они святые, потому что они в Сыне Моем. Слышите меня? Потому что в них изобразился образ. Да, меры полного возраста во Христе Иисусе. Аллилуйя. И знаете, я немножко как бы такой пример приведу о том, что мне периодически задают такой вопрос на форумах, я тоже встречаю в последнее время. А в чем вообще недостаток или вот в чем проблема-то вообще до брачных взаимоотношений? В чем проблема о том, что вот муж там, например, согрешил, да, или в этом мире там, ну, в принципе, это везде, это как бы стало вполне, как бы вот так доступным, о том, что, ну, любой мужчина, он может переспать с любой женщиной, есть какие-то, на самом деле, там, гражданские отношения, гражданский брак, а что плохого-то в этом? Ну, что вот Бог вот как-то вот к этому как-то вот так, вот, ну, по согласию же, да, ну, ну, что тут, ну, подумаешь, там, переспали, там, ну, для удовольствия, там, полюбви же, ну, тоже же любовь. И, вы знаете, я просто вот размышляю над этими местами из Писания, где, например, книги Бытие в 6 главе описывается о том, что великое развращение человеков на земле началось с того момента, когда сыны Божьи начали вступать в связь, в половую связь с дочерями человеческими. Помните это место, да? Посмотрели сыны Божьи, то есть сыны Божьи это прообраз верующих, это те, которые сохранили свои отношения с Богом, они посмотрели на дочерей человеческих, то есть это прообраз неверующих этого мира, потому что посмотрели, они прекрасны, ну, а почему бы нам к ним не входить, ну, просто, и как бы вот, и в тот момент, когда сыны Божьи начали вступать в связь с дочерями человеческими, Библия говорит о том, что началось великое развращение на земле, и Бог посмотрел и подумал, что разочаровался и принял решение уничтожить весь первый мир, и потом навел потоп. Мы помним эти места, очень хороший анализ провел когда-то, я читал книгу Деррика Принца, несколько книг, где он проводит такой, вот эти тщательные анализы, он довольно такой, тщательный такой теолог, ученый, исследователь, и он провел такую грань о том, что блуд это не настолько безобидно, потому что вот в Новом Завете апостол Павел пишет, разве не знаешь ты, вступающий в связь с блудницей, что в момент блуда ты становишься частью этой блудницы, кто помнит это место, совокупляясь с блудницей, ты становишься частью этой блудницы, и вы знаете, просто один из переводов говорит о том, что на самом деле что происходит, когда человек верующий, он вступает в связь с проституткой, или просто с женщиной, которая этого мира, у которой нет какой-то морали, и ничего плохого он в этом не видит, белое называют черным, черное называют белым, ну что тут подумаешь там, и вот это произошло, в этот момент происходит на самом деле глубокая связь, вот Дерек Принц проводит такую мысль о том, что на самом деле человек в момент блуда, он вступает в блуд, в союз не с другим человеком, не с блудницей, он вступает в систему, он становится частью бесовского мира, он вступает в контакт, он даже описывает, буквально могу дословно произвести слова Дерека Принца, он вступает в сексуальные взаимоотношения с бесами, с демонами, и после этого начинают рождаться какие-то, и он даже приводит такую грань о том, что именно в те времена демоны, которые приходили в разных обличьях, они вступали опять же в связь с женщинами, начинали рождаться какие-то оплённые мутанты, и он очень хорошо описывает, ну такие там, кентавры, например, получеловек, полулошадь, это были последствия вот этих каких-то греховных каких-то мутаций, но самую главную мысль, которую Дерек Принц проводит, через оплённые блудодеяния, которые Бог запрещает по Библии, называет это прелюблядьем и блудом, человек входит в систему этого мира, и поэтому неспроста Библия называет вообще, ну просто, в последнее время что будет? Вавилонская блудница, это такое понятие, когда уже не будет никаких принципов, и эти люди, которые не будут видеть, в том числе и христиане, или псевдо-христиане, которые не будут видеть в этом ничего плохого, совокупляясь, то есть живя в добрачных взаимоотношениях, или в гражданском браке, или в небрачных каких-то взаимоотношениях, совокупляясь, он становится частью этой великой вавилонской блудницы. Вот это тема, чем я хотел поделиться. И знаете, я не могу сказать о том, что просто вот в моей жизни были очень серьезные такие соблазны, да, о том, что я, например, когда еще работал в реанимации в качестве медицинского брата, я был студентом четвертого или пятого курса, я помню, просто один пример такой приведу, потому что и в моей жизни были какие-то искушения, и ночью, вот представьте, что так получилось, что я остался один ночью с медицинской сестрой, она замужем, ее муж врач и довольно известный, я женат, и у меня есть жена, и она ночью говорит, врач там заснул в ординаторской, а давай мы с тобой, что тут, что плохого-то, да, вот кровать есть, короче, там, ну и начинает намекать, откровенно при том, знаете, у меня так, ну я на нее только смотрю, короче, что-то, а я тогда был горящим проповедником, вы знаете, и просто вот, ну у меня там сердце горит, я на нее так смотрю, просто, ну думаю, что за бурость такая, ну что за наглость такая, ну просто, ну ничего себе, вот ну просто, и я так, я так исправил, а у меня тогда было такое откровение, я тогда преподавал водное крещение, и основным откровением было то, что мы умерли для греха, вот, как же нам жить в нем, да, в момент водного крещения мы умираем для греха, для этого мира, и оживаем для кого? Оживаем для Бога. И вы знаете, что я ей сказал? Ну под впечатлением вот этого откровения, я говорю, ты знаешь, я умер для греха, я умер для блуда, помолчал немного, сказал, я мертвый для какого-то блуда, для каких-то вот таких действий, и она мне отвечает, вот такой молодой и уже мертвый. И вы знаете, просто, ну так, я понял о чем она, вы знаете, мне было не обидно. Для меня было самое главное, что я сохранил свою честь, свое достоинство, и вот самое главное, свою святость, потому что, вы знаете, просто вот всегда вот в таких соблазнах я видел, что может за этим последовать. И зная Писание, я знал о том, что последствия блуда, они катастрофические, слышите меня? Просто катастрофические, разрушительные. И просто то, что потом разрушено, иногда восстановить это, просто невозможные последствия. Поэтому и там вот, когда вот Израиль сталкивается с языческими племенами, один пророк, помните, да, он говорит о том, что отдавайте им, вот он говорит, учит язычников, этих, ну просто там, малакитян, и он говорит, вот просто отдавайте им своих жен, пусть они вступают, и рано или поздно они просто потерпят поражение. И так оно и произошло. Израиль начал терпеть поражение, когда они начали вступать, я хочу сказать, не в отношении с женщиной, они стали взаимоотношать, вступать в взаимоотношения с бесами. Я вот на этом хотел закончить сегодня. Подумал, что очень важно этот вопрос также осветить, потому что последнее время, она очень актуальна, просто поднимается везде, о том, что ну что тут такого, там подумаешь. Я хочу говорить о том, что последствия блуда, они страшны. И давайте мы просто склоним наши сердца. Аллилуйя. Господь, мы сегодня размышляем на тему, как нам являть Тебя этому миру, каким образом. И Господь, помоги нам быть смелыми, помоги нам, Господь, вовремя и не вовремя, с дерзновением, рассказывать людям о том, что Иисус Христос, Ты такой же, Бог, в Тебе нет ни тени, ни перемен, Ты не изменился, Ты сегодня исцеляешь, Ты сегодня воскрешаешь, Ты сегодня выводишь из плена. Помоги нам, Господь, каждый раз приводить каждого человека, который открыт для Тебя, лично к познанию Тебя, и вместе помолиться, предложить, давай мы помолимся Иисусу, Он слышит, Он услышит, Он ответит, давай мы лично обратимся к Нему. Если у тебя есть какое-то непрощение, пожалуйста, прости, потому что пока ты не прощаешь, Небесный Отец не может простить тебе. Если у тебя есть какое-то осуждение, пожалуйста, больше не осуждай, потому что Слово Божие говорит, милость, она превозносится над судом. Пусть милость Бога в твоем сердце, она всегда превозносится над судом, потому что мы не Боги, чтобы кого-либо судить. Есть только один Бог, который есть судья праведный, который истинно и правильно судит. Его суд непогрешим, он никогда не ошибается в своих судах. Его суды, как говорит Слово Божие, благи, они блаженны. Наши суды человеческие, они никогда ни к чему хорошему не проводят, поэтому лучше не судить, никого не осуждать, прощать, миловать, покрывать Божьей любовью. Пусть в наших сердцах царит твоя любовь, Иисус. Помоги нам, Господь, очень являть тебя в этом мире, твоей любовью, тем, что ты прощаешь в нас, тем, что ты любишь в нас и через нас ненавидящих нас, тем, что ты в нас и через нас благословляешь проклинающих нас, молишься в нас и через нас, потому что ты единый ходатай между Богом и человеками, за всякого, кто нас, может быть, чем-то обидел, может, презирает нас. Ты в нас и через нас благотворишь всем тем, кто нас злословит за имя Твое. Аллилуйя, Отец. Помоги нам не просто говорить о тебе, Иисус, но являть тебя теми делами, которые производятся в Боге. Просто кому-то помочь, просто кому-то прийти, подержать, подставить плечо, подставить локоть. Да, нам Господь, Отче, воистину быть живым свидетельством во Христе Иисусе. Лучше всего работает личное свидетельство, рассказать человеку, который еще не знает тебя, как ты познал Бога, что Бог лично для тебя сделал, что мы имеем во Христе Иисусе. И лично я благодарю тебя, Господь, за то, что моя жизнь является живым свидетельством. Я могу сегодня засвидетельствовать то, что только когда я имею хорошее, глубокие взаимоотношения с тобой, только когда я имею дерзновение входить во святая святых, обращаться к тебе лично, говорить Иисус, услышь меня, пожалуйста, я знаю, что ты слышишь меня, даже когда я говорю шепотом, ответь на мои нужды. Скажи мне, что делать, открой мне свою нужду, дай мне силу, чтобы ее исполнить, чтобы явилась воля твоя, чтобы не моя, но твоя воля да будет. Аллилуйя, Отец. Чтобы быть угодным тебе, чтобы быть сокрытым в твоей славе, чтобы являть этому миру не себя, потому что я никого в этом мире не удивлю, не смогу впечатлить, не смогу помочь. Но каждый раз, когда я являю тебя, Иисус, привожу к тебе, каждый раз я даю выход человеку, любому человеку, который желает найти действительно, реально выход. И этот выход, он только во Христе Иисусе. Потому что, Господь, только ты выводишь из всякого плена, только у тебя такое помазание, и ты хочешь этим помазанием действовать через нас. Бог помазал тебя в нас, чтобы отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. Исцелить сокрушенных сердцем. Аллилуйя, Отец. Вместо печали дать радость. О, слава тебе, Господь. Я благодарю тебя за могущественное присутствие твое в этом зале. Я благодарю тебя за всех тех, кто пришел сегодня, Господь, на это место, чтобы получить благодать на благодать. Услышать слово твое, получить личное откровение. Не откровение через пастыря, через проповедника. Я верю, что каждый, кто пришел сегодня на это место, получил личное откровение. Кто слушает нас через интернет, получил сегодня личное откровение. Вадим, лично Иисусом Христом, Духом Святым. Дай нам, Господь, утвердиться в этом водительстве. Дай нам ухватиться за твою руку. Веди нас, Господь, по этой жизни. И дай нам глубоко знать, что в тот момент, когда мы исполняем, Господь, заповеди твои, когда мы, Господь, являемся исполнителями твоей Божьей воли, ты с радостью исполняешь наши желания, тайные желания, которые мы даже не успели озвучить. Ты с радостью исполняешь то, что нам может быть приятно, как людям. И ты как детей желаешь нас всегда делать счастливыми, чтобы мы радовались, чтобы мы имели в тебе мир вот в этих взаимоотношениях. О, Господь, дай каждому из нас знать тебя лично, Иисус. Спасибо тебе, дорогой наш Господь. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Если согласны, то скажите Аминь. Славного Бога, нашему Богу. Я уже язык начал заплетаться, но надеюсь, что вам понравилось. Ну, лично мне понравилось то, что я сегодня услышал. Я верю в то, что это от Духа Святого. Я всегда отличаю, что когда что-то приходит от Духа Святого, что-то свежее, мне, ну, лично мне это всегда очень нравится. Я наполняюсь, я чувствую, что вот сейчас сильное присутствие. Всякий человек, который вот сейчас с открытым сердцем, он просто сегодня по-любому уже получил благодать на благодать. Аминь или не аминь. Сегодня у нас есть свидетельство, аминь.